МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Час дня, время новостей на АТР. Вы смотрите ЗАМАН. 22 ноября, 1364-й день инакции Крыма. В студии с киндер-меметов. Авария в Днепропетровской области на трассе Днепр-Николаев. Автомобиль на большой скорости вылетел с трассы, несколько раз перевернулся и влетел в дерево. В машине было пятеро несовершеннолетних, четверо погибли на месте. Это две 16-летние девушки, два парня 16 и 17 лет. Еще один 17-летний парень со сверхтяжелыми травмами в больнице. Машина была с иностранной регистрацией. Судя по тому, во что превратился Ниссан Альмера, скорость была значительно превышена. Руководитель в бегах. Столицу оккупировали соседи. Аресованы ближайшие соратники лидера Игоря Плотницкого. В Луганской псевдореспублике переворот. В сети появляются видео с гигантскими колоннами военной техники, которые заходят то ли со стороны России, то ли через границу псевдо-ДНР. Радио и телевидение заблокированы, мобильная связь не работает. Ночь в Луганске была неспокойной, но и на утро какой-то определенности нет. Лебединое озеро в Молодой Республике. Центр Луганска оккупировали зеленые человечки. На улицах бронетехника. Населению предлагают выбор отсидеться в своих квартирах или в подвалах МГБ. Что-то происходит, не знаю. Я вышла, там загорожено, тут загорожено, перед лицом машут туда. Конфликт между лидером террористической ДНР и его силовиком, так называемым министром внутренних дел, подорвал и без того напряженную ситуацию. Игорь Плотницкий обвинил министра в мародерстве и отборе квартиру населения и через суд отстранил его от должности. Силовик не сдался и блокировал столицу непризнанной республики силами Беркута и бронетехники. Сам забаррикадировался в здании МВД. Данные люди вооруженные прибыли, здесь никаких не объясняют своих действий. После объяснил ситуацию верхушка ЛНР, мол, дестабилизировала ситуацию и стала пристанищем для украинских шпионов. Он же весь в белом. Спаситель. В результате деструктивных действий ряда должностных лиц усилилась критика правоохранительного ведомства в средствах массовой информации. Указанными лицами в течение длительного времени к главе ЛНР целенаправленно доводились недостоверные факты о якобы причастности структуры МВД к противоправной деятельности. Плотницкий на видео не появился. Ответил письменно. Заявление Корнета не имеет никаких оснований и юридической силы. Еще со вчерашнего дня Корнет законно отстранен от занимаемой должности. Есть решение суда. Со своей стороны хочу заверить, что ситуация находится под контролем руководства Луганской народной республики и в ближайшее время будет полностью решена. Российские СМИ сообщили, лидер так называемой ЛНР сбежал из Луганска. Критической для него стала информация о поддержке Кремлем его оппонента и марш российских спецназовцев в Луганск. Но больше всего Плотницкий испугался ДНР-овца Захарченко, направившегося на помощь оппоненту. Сам Плотницкий утверждает, никуда не убегал и провел сегодня совещание с силовиками. Призвал бунт остановить. Оскоржествует закон, точка будет поставлена в этом деле. Поэтому сейчас уже четко все проявилось. Кто есть кто, если Кремлем решил таким способом защищаться, это его еще грубейшая ошибка. Кремль всегда благосклонно относился к объединению псевдореспублик, чтобы тратиться поменьше. Мы, представители регионов бывшей Украины, предлагаем переучредить государство и на месте бывшей Украины, опираясь на исторические предпосылки, учредить государство Малороссия. Когда около года назад Плотницкий ввел между бандитскими анклавами таможню и сдирал акцизы даже с российской гуманитарки, там поняли, пора заканчивать. Внутри террористов назревал бунт. Я просто себе этого не представлял в 2014 году, что мы до такого маразма дойдем. Если бы я тогда знал, что это будет, я бы их всех, поверьте мне, и одних, и других, загнал бы туда, откуда бы они уже не вернулись. Теперь, сходится в своих оценках наблюдатели, более ручная ДНР таки поглотит ЛНР. Плотницкого не спасет ничто, даже фейковое покушение, которое он инсценировал сразу же после очередных московских замечаний о собственной жадности в прошлом году. Теперь или кнопка лифта, или кафе «Ветерок», или волынская резня в Катыни, как обещал Захарченко. А вот луганчанам даже «Лебединого озера» не включили. Интернет заблокирован, телекомпанию закрыли. Риана Алиева, Заман, АТР. Из-за обострения ситуации в Луганске президент созвал вечером в неочередное заседание Верховного военного кабинета. Об этом Петр Порошенко сообщил в своем фейсбуке. На заседании заслушали доклады руководителей силовых ведомств. Представителям общего центра по вопросам прекращения огня поручили активизировать взаимодействие с мониторинговой миссией ОБСЕ, чтобы проинформировать о событиях западных союзников. В связи с увеличением количества российских военных, а также активизацией наемников, украинские вооруженные силы готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения. Генеральная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро запутались в полномочиях. Виноват в такой ситуации новый уголовный кодекс. В этом уверен генпрокурор Украины Юрий Луценко. Из-за нечетко прописанных полномочий большинство дел застревает в процессуальных спорах. НАБУ жалуется, что ГПУ не передает ей дела. Луценко же настаивает. Отдают антикоррупционным детективам все. Те отказываются. Две структуры не могут договориться по делам, которые сочетают состав преступления, субъекты их совершения и размеры ущерба. В результате из-за постоянных споров дела пылятся. Органа, который бы определял подследственность органа, расследования в Украине тоже нет. Спор ГПУ и НАБУ продолжился и на заседании Комитета по борьбе с коррупцией, организованной преступностью Верховной Рады. Руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник пообещал изучить заявления Юрия Луценко, в которых генпрокурор обвиняет НАБУ в бездействии. На заседании присутствовал и наш корреспондент Елена Стыцюк. Лена, расскажи, что ответил Артем Сытник на заявление Луценко и какие еще вопросы рассматривались на этом заседании. Витаю, коллегу. Это запитание я сегодня поставила как раз нещодавно голове на БУ Артему Сытнику, когда он выходил из заседания. Он успехом ответил, что обовязково это прокоментует, но не сейчас, мовляв, что этого не слышал. Но я расскажу про все по порядку. Сегодня заседание не происходит, происходит лишь дискуссия. Про это заявил глава комитета с протидией коррупции Егор Соболев, оскільки, за его словами, на самом заседании немае кворуму. Тобто, большинство депутатов, которые должны быть присутствием. Но присутствием тут были с самого начала голова НАБУ Артем Сытник, а также Наталья Корчак, очевидца Национального агентства и заповедения коррупции. И, власне, сегодня рассматривают две основные справы. Во-первых, идет про аудио, которое было оприлюднено еще тиждень тому, на котором, как будто, фигурував голос Артема Сытника, головы НАБУ, который, в общем-то, оприлюднивал незаконную информацию стосовно колишнего військового прокурора Костянтина Кулика. Отже, после тижневой мовчанки Артем Сытник сьогодні спростував эту информацию. Прошу, прямомову. Жодного разу при будь-яком форматі зустрічі з журналістами, мною особисто, ніяких порушень закону допущено не було. Тому, всі ті слова, які я казав в відкритих інтерв'ю, які я казав при зустрічах з журналістами, які я казав в форматі оф рекордс, я готовий повторити он рекордс, не боячась порушити будь-яку норму закону. За словами Артема Сытника, резонансні заяви, які лунають останнім часом стосовно взагалі антикорупційних органів, він назвав це просто емоційними заявами, якими намагаються збурити війни між антикорупційними цими органами. Він каже, що насправді війни жодної немає. І це свідчить про те, що антикорупційні органи насправді працюють. Другим питанням, яке сьогодні має стояти на порядку денному, це резонансні заяви екс-працівниці НАЗК Анни Соломатіної. Вона, нагадаю, звинувачувала очільницю НАЗК у тому, що відбувалися фальсифікації під час розгляду електронних декларацій. І ось сьогодні Наталя Керчак з'явилася тут, сказала, що вона відкрита до слідства, що вона не має жодних кураторів в адміністрації президента, про що раніше говорила Анна Соломатіна. І сказала, що ці документи, будь-сім то, з'явилися в неї незаконним чином. Поки що це вся інформація. Студія. Дякую, це була Елена Стецюк. Вона розповіла про продовження спору між ГПУ і НАБУ. Депутат із Білкопов в Тернополі, місний народний збранник, наброзився на поліцейського і потягав за волоси його напарницю. Патрульні приїхали по вызову, а не правильно припаркованому автомобілю. Но, коли підійшли до машини, її водитель почав ругатися і набросився на поліцейських. Сорвал нагрудну камеру, розбив телефон і устрою драку. Пришлось вызывать підкрепление. Ізвісно, що Дебошир – депутат обласного совета. Фамилию поліція не називає, але журналисты заметили, що нападавший передвигався в інвалідній коляскі. Среди містних депутатов такой є тільки один. Свободовец Александр Башта. Результат інцидента – двоє поліцейських сотрясенням мозга, з'закрытыми травмами черепа і ушибами мягких тканей. Депутату светят два года исправительних робот чи шість місяців тюрмі. Путін позвонив Трампу. Накануне президента России США провели телефонні переговори, в которых, в тому числе, коснулись вопроса Донбасса. Об этом сообщає США этот пресс. Разговор касался Сирії, Украини, а так же Ірана і Северной Кореї. Этот диалог состоялся сразу после встречи Путина с президентом Сирії, Бажаром Асадом в Сочи. В Белом доме сообщили, российский президент позвонив Трампу, чтобы рассказать о результатах этой беседы. Как сообщили российские СМИ, после встречи Путин заявил, Россия прекращает свою военную поддержку сирийской армии. И уже сегодня, в том же Сочи, Путин должен встретиться с президентом Турции, Реджеп Тейпом Эрдоганом. Этот телефонный разговор уже раскритиковал американский сенатор Джон Маккейн в своем микроблоге в Твиттер. Председатель Комитета Сената по обороне написал, что переговоры свидетельствуют о том, что Трамп ошибочно предполагает, что США и Россия есть общие интересы. Это в очередной раз демонстрирует ошибочность веры президента, что в США есть общие интересы с Россией. Кроме того, это доказывает, что нам необходима стратегия по силе. России запретили выставлять военную технику на крупнейшем мировом авиасалоне Франбера. Выставка должна пройти летом следующего года. Впрочем, на Федерацию наложили ограничения. Организаторы сообщили, это вызвано указаниями Британской организации контроля экспорта и связанной с эмбарго ЕС на импорт оружия и военной техники в Россию. Авиасалон должен состояться с 16 по 22 июля. Это один из крупнейших мировых мероприятий. Он проходит раз в два года. На предыдущей выставке в прошлом году России разрешили принять участие в авиасалоне, но из-за санкций позволили привезти на выставку только гражданскую продукцию. Воздушное пространство Эстонии вновь нарушил самолет из России. Об этом накануне заявил эстонский штаб сил обороны. Ил-76 пересек воздушную границу вчера в обед. На радиоконтакт с авиационной службой Эстонии самолет не выходил. МИД Эстонии уже вызвала российского посла и вручила ему ноту. За этот год это уже второй случай нарушения границы. В прошлом таких было семь. В Украине стартовала наиболее массовая правозащитная кампания «Марафон написания писем». Кампания объединила активистов из более двухсот стран мира. В рамках марафона людей призывают поддержать правозащитников из разных стран, которых преследует правительство. Для Украины одним из основных является дело Эмирусина Кукху. Крымско-татарский активист в прошлом году был несправедливо арестован оккупационными властями Крыма. С начала оккупации, полуострова и волны насильственных исчезновений активистов он присоединился к крымской контактной группе по правам человека. Активность Эмирусина не осталась незамеченной. С июля 2014-го к нему начали наведываться ФСБшники. Дважды проводили обыск. В прошлом году, в феврале, его арестовали. С тех пор он находится под стражей. Его обвиняют в членстве в террористической организации и планировании захвата власти насильственным путем. Сейчас Эмир Усиину грозит 25 лет тюрьмы. Семья Эмира Усиина также под давлением. Через месяц после ареста к его 9-летнему сыну Бекиру в школе подошел сотрудник ФСБ и сказал, что папа сделал что-то плохое и будет гнить в тюрьме 12 лет. Этот инцидент напугал мальчика и всю семью. Подпишите петицию к генеральному прокурору Российской Федерации. Требуйте снять все обвинения с Эмира Усиина Куку и прекратить преследование его семьи. Отменить незаконный военный призыв в оккупированном Крыму требует украинский МИД. Дипломатическое ведомство выразило протест в связи с призывом Федерации на военную службу граждан Украины проживающих на временно оккупированной территории. По данным Российского Минобороны этой осенью более 800 крымчан отправились в места несения службы. В этом году оккупанты планируют направить около 2000 жителей оккупированного полуострова на укомплектование своей армии. В украинском ведомстве напомнили, что Генассамблея ООН в декабре прошлого года призвала Москву не принуждать жителей Крыма служить в ее вооруженных силах. МИД Украины требует от Российской Федерации отменить незаконное решение о призыве на военную службу на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополе. Устранить все вызванные им последствия, обеспечить безусловное выполнение своих международных обязательств как государство-оккупанта, а также в полной мере выполнить резолюцию Генассамблеи ООН. По меньшей мере 24 человека погибли в результате взрыва грузовика в араксском городе Тузхурмату. Накануне автомобиль со взрывчаткой взорвался на переполненной людьми в местном рынке. Пострадали более 80 человек. Взрывное устройство привел в действие террорист-смерник. Обвинения в терроризме и убийстве официально предъявили узбекистанцу Усайфуло Саипову. 31 октября он на грузовике протаранил людей на Манхэттене и в Нью-Йорке. Обвинительное заключение содержит 22 пункта. Саипова обвиняют в 8 убийствах именно столько жертв атаки и 12 посягательствах на жизнь, исходя из количества пострадавших. Содействие в террористической группировке, а также обвинения в насилии и повреждении транспортного средства. Саипов признался следователем, что на совершение атаки его вдохновили видео исламского государства. Атаку он задумывал год назад, а за два месяца до теракта решил его воплотить именно с использованием грузовика, чтобы пострадало как можно больше людей. Примерно за неделю до преступления он арендовал машину и начал тренироваться управлять ее. Вскоре Саипов предстанет перед судом. В сумме по всем статьям обвинения мужчине может грозить пожизненное заключение или смертная казнь. Это все, что мы успеваем рассказать в этом выпуске. Смотрите «Заман» в 2 часа дня на крымско-атарском языке с Мавилем Мухтаровой. Оставайтесь с нами и хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok